Всем привет! Настало время объявить лауреатов номинации лучший игрок сезона 2021-2022 чемпионата Невской баскетбольной лиги. Суперфинал НБЛ 2022 состоится 23 и 24 апреля в спортивном комплексе Баскетхолл. И там на финалах каждого дивизиона мы наградим победителей. В ходе проведения общественного голосования развернулись настоящие жаркие баталии, особенно в комментариях. Некоторые комментаторы дошли до того, что стали обвинять других в накрутке голосов. И вот что мы по этому поводу вам скажем. Первое. Начнем с наименее приоритетного. К нам пришли, например, IT-специалисты и стали утверждать, что они могут доказать факт накрутки. Прекрасно. Вот вы доказали факт накрутки. А дальше-то что? Кто эту накрутку осуществил? Мы вообще не можем этого доказать. И вы, кстати, в том числе. Поэтому не имеет абсолютно никакого значения, кто накрутил и вообще, в принципе, накручивал ли. И приведу простой пример. Если я возьму и накручу голос одному игроку, а поддерживаю другого игрока, я скомпрометировал одного, хотя я за него не голосую. Это первый момент. Второй момент. А я возьму и всех 24-м буду игроком-номинантом накручивать голоса. Опять же. И что с этим делать? Как с этим бороться? А если накручивает один, второй, третий, четвертый, мы же не будем из-за этого отменять голосование. Поэтому есть второй момент. Наиболее важный. Мы впервые общественное голосование в нашей группе ВКонтакте стали проводить несколько лет назад. И сразу же столкнулись с этим явлением. Накрутка голосов. Чтобы с ним бороться, приняты следующие меры. Параллельно с общественным голосованием идет еще экспертное голосование. В список экспертов входят представители команд, которые участвуют в чемпионате НБЛ. Если в дивизионе 9 команд, значит у экспертов 9 голосов. Если в дивизионе 22 команды, соответственно 22 голоса. И эти эксперты, то есть представители команд, которые участвовали в этом чемпионате, которые видели всех номинантов в течение всего сезона, вот они и голосуют. И получается у нас два голоса. Голос номер один – это голос общественности. Голос номер два – голос экспертов. Если их голоса совпадают, соответственно победитель определен. Вот мы его и поздравляем и награждаем на суперфинале. Если же голоса общественности и голоса экспертов расходятся, то есть это два разных человека, в работу вступает совет лиги. Он рассматривает результаты голосования и соответствующим образом принимает решение. Либо поддержать того номинанта, которого поддержала общественность, либо поддержать того номинанта, которого поддержали эксперты. Другого способа, который бы наиболее объективно определял лучшего игрока, мы не знаем. Но если у вас есть такие предложения, вы их можете летом вносить. А пока мы действуем по этой схеме. Каждый лауреат номинации «Лучший игрок сезона» в Невской баскетбольной лиге получает часы с гравировкой. На циферблате изображен логотип лиги, а на обратной стороне написано «Лучший игрок сезона». Итак, пришло время объявить победителей в номинации «Лучший игрок сезона 2021-2022» чемпионата Невской баскетбольной лиги. Начнем с женского дивизиона. В ходе проведения общественного голосования победила Полина Белолипецкая, команда «Вилбутек». А эксперты и совет лиги отдали свои голоса Марине Пицыной, команда «Купчинский Олимп-2007». Поздравляем Марину! В пятом дивизионе в ходе проведения общественного голосования победил Максим Рогожников, команда «Лаки Болл». Эксперты отдали свои голоса Владимиру Лукьянчикову, команда «Тосна-2». Совет лиги проголосовал за Максима. Максим Рогожников, команда «Лаки Болл», стал лучшим игроком пятого дивизиона. В четвертом дивизионе в ходе проведения экспертного голосования победителем стал Олег Хохлов, команда «Виктория Комунар». А общественность и совет лиги отдали свой голос Николаю Лещику, команда «Сэтл Групп». Поздравляем Николая с победой! В третьем дивизионе сложилась интересная ситуация. В ходе проведения общественного голосования победил Глеб Попов, команда «Механикл Продактс». А вот голоса экспертов разделились пополам. Семь голосов за Сергея Ганева, команда «Русфан» и семь голосов за Максима Шалимова, команда «Стритмоушн». Совет лиги отдал свой голос Сергею Ганеву. Таким образом, лучшим игроком сезона в третьем дивизионе становится Сергей Ганев, команда «Русфан». Во втором дивизионе в общественном голосовании победил Артем Ходорич, команда «Севзапметал». А вот в ходе экспертного голосования и в ходе голосования в совете лиги, большинством голосов лучшим игроком становится Егор Слугачев, команда «Олимп». Поздравляем Егора с победой! Ну а в первом дивизионе в совету лиги даже не пришлось вставать с дивана. Единогласно и общественным голосованием, и голосованием экспертов победителем становится Дмитрий Крюков, команда «Тауэрс Феникс». Мы поздравляем всех лауреатов и в ближайшее время пришлем им приглашение на церемонию награждения. Ну а на этом на сегодня все. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Приходи насладиться лучшей игрой с мячом в исполнении сильнейших команд.